И напоследник вернемся на Ближний Восток. В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли версию США об агрессивном сближении российского корабля с американским эсминцем USS Farragut. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, распространенном в пятницу. 10 января в Центральном командовании военно-морских сил Соединенных Штатов сообщили, что накануне российское и американские военные суда прошли на опасно близком расстоянии друг от друга в северной части Аравийского моря. На кадрах, снятых с борта американского эсминца пятого флота ВМС США и опубликованных в Твиттер, видно, как российский разведывательный корабль «Иван Хурс» проплывает близко к американскому эсминцу USS Farragut. Американский эсминец подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал у российского корабля изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания, говорится в заявлении Центрального командования военно-морских сил Соединенных Штатов. В российском министерстве обороны опровергли эту версию событий, сообщив, что заявления не соответствуют действительности. Ведомство ссылается на правило номер 15 Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года, согласно которому, когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну, и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу. А значит, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигающегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса, говорится в заявлении Минобороны.